В Самарканде члены Совета по туризму страны СНГ одобрили казахстанскую идею создания шелковой визы. Об этом стало известно в ходе первой ежегодной туристической выставки. Подробности в нашем следующем материале. На стендах фотографии, путеводители, а также карты новых туристических маршрутов. Представители турфирам с удовольствием рассказывают о жемчужинах своих краев и возможностях для развития туристического кластера. Как результат, 54 подписанных меморандума о сотрудничестве. Успех первой ярмарки явно превзошел ожидания организаторов. Мы работаем по шоковым пути с Узбекистаном. И заходят к нам с Узбекистаном, осматривают Туркмейстан. Опять могут заехать в Узбекистан, в Казахстан или в Азербайджан. Или следующий путь это можно в Иран. Поэтому, как говорится, в Туркмейстане очень много мест туристических, и он находится в центре, в шоковом пути. Поэтому очень большое внимание уделяется для привлечения туристов. Мероприятие провели в рамках заседания Совета по туризму стран СНГ. На встрече под председательством Казахстана стороны обсудили реализацию проектов в сфере туризма и на предстоящий год. Кыргызстан, к примеру, предложил сделать более интенсивным воздушное сообщение с Белоруссией и Арменией. Единогласно одобрен проект шелковой визы между Казахстаном и Узбекистаном для совместного привлечения иностранных туристов. Аналог шенгенской визы Казахстан предложил еще в прошлом году. Сейчас обе стороны решают орг-моменты. Основной цель развивать комбинированный туризм. Что нет в Казахстане, есть в Узбекистане. Что нет в Узбекистане, есть в Казахстане. Мы хотим объединить наши усилия, чтобы посещающие туристы из третьих стран, они ознакомились полностью, тысячелетной нашей историей в едином маршруте. Кыргызстан и Таджикистан проявили интерес к визе. Планируется участие в проекте Турции и Азербайджана. Следующая встреча, как и туристическая ярмарка, пройдут летом следующего года, уже в Нарсултане. Гульнара Жендагулова, Канаджин Узбеков, Тимур Исмаилов, Узбекистан, Хабар-24.